Здравствуйте! Это «Наше время» в студии Артемия Панченко. Жалоб на работу управляющих компаний от жителей края по-прежнему поступает довольно много. Но два года назад, когда по новому закону проводили тотальное лицензирование обслуживающих организаций, эксперты отрасли уверяли, что недобросовестных игроков на рынке коммунальных услуг не останется. Почему же этого не случилось и могут ли жильцы сменить нерадивую управляющую компанию, спросим у нашего гостя Натальи Новоселовой, генерального директора управляющей компании, дирекция коммунального хозяйства. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Скажите, почему же спустя два года после принятия закона жалобы от жильцов многоэтажек по-прежнему поступают? Ну, бывают такие моменты, да, когда собственники неутрируют свою управляющую компанию, которая не исполняет свои обязательства, которая оговаривается в договоре управления, есть такие моменты, поэтому собственники начинают жаловаться на свою управляющую компанию, пытаются сменить ее. Ну, это что? Это все-таки дворовая территория, это сам подъезды, все в таком моменте, потому что я так думаю, что иногда приходят в управляющие компании не специалисты в данной сфере. Вот такие моменты могут все-таки быть. А часто такое случается? Да, и часто, потому что люди приходят, то есть создали управляющую компанию, ну, естественно, это, как правило, сейчас уже очень популярно стало на базе застройщиков, создает своя управляющая компания, и, естественно, что они начинают в этом плане работать, не зная некоторых нюансов, не зная, как работать и с собственниками, и не зная, как управлять данным жилым фондом. А как они получают лицензию тогда, если они не разбираются в этом? Ну, я так думаю, что лицензия у нас сейчас, какие у нас моменты, да, это задать квалифицированный экзамен, в этом плане 100 вопросов, я думаю, что прекрасно можно выучить, но применяя ли вот эти знания в дальнейшей работе, я не думаю, что не каждый руководитель может применять вот эти вопросы и ответы на эти данные. То есть это как заучил билеты, сдал экзамен? Да, я тоже так думаю, что заучили, главное сдать, а потом дальше как применять. И поэтому сейчас очень много у нас есть, это жилищный надзор у нас вот есть, то есть надзорный орган, который все-таки реагирует, проверяет вот эти все жалобы, и вот эти все нюансы, да, выносятся предписания какие-то, но, как правило, они дальше продолжают это делать. Ну, а какие чаще всего нарекания и жалобы поступают от жильцов домов? Ну, это неправильный расчет коммунальных платежей, да, потому что некоторые собственники, они не, как сказать, не поставлены в известность, или просто мало знают и понимают о том, что могут проходить какие-то повышения тарифов, да, какие-то изменения в начислении. То есть, естественно, что люди, не зная об этом, они, естественно, обращаются в надзорные органы о том, что действительно их неправильно рассчитали, естественно, устраивается проверка, а по факту я не думаю, что управляющие компании будут нарушать данные эти законы. Ну, и, как правило, это придворовая территория, где действительно не всегда бывает чисто, не всегда бывает убран. Зимой это снег, летом это какой-то мусор и так далее. То есть жильцы у нас в этом плане, они четко следят за этим. То есть нарушения все такие, естественно, исполнение договора управления, где четко прописывается представление коммунальных услуг и, естественно, что отслеживание жилого фонда, содержание, лежащее содержание данного жилого фонда. Поэтому специалисты у нас, собственники, становятся уже, как-то учатся уже это, смотрят или сравнивают несколько управляющих компаний. Где-то лучше, где-то идет благоустройство, а в нашей компании этого не делают. Естественно, начинаются уже такие жалобы, нарекания и так далее. То есть получается, что этот закон несовершенный, что ли, не совсем корректно работает, если людям приходится искать другую какую-то управляющую компанию, которая, на их взгляд, лучше работает? Ну, вы знаете, я все-таки не вижу каких-то стандартов, да, например, вот если здесь посадили дерево, да, и вы должны посадить. Этого нету. Поэтому в этом плане жильцы смотрят, с отдачей работает управляющая компания, за то, что они нам платят деньги. Или все-таки не с отдачей. То есть это, или должны мы вам это сделать, мы сделаем. А дальше дальнейшие вот какие-то нередкости. И еще общение в этом плане. То есть есть такие компании, от которых пытаются уйти дом, ищут себя, подыскивают другие компании. Вот я работаю в индустриальном районе, то есть в нашем районе есть такие компании, которые действительно как-то, ну, знаете, спустя рукава работают. Поэтому, естественно, они пытаются уйти от данных таких нерадивых компаний. То есть получается, что не обязательно управляющей компании нужно что-то там нарушить, какие-то, как-то, не знаю, может быть, закон приступить. Просто если она там, ну, какие-то не очень хорошо вещи выполняет, да, а жильцы увидели, что там другая компания делает что-то лучше, они могут просто взять и поменять. Чтобы приступить к закону управляющих компаний, ну, конечно, люди, наверное, все-таки думают, да, потому что штрафные санкции, которые оговорены по этому данному лицензированию, они очень большие, поэтому не сильно-то хотят. Потому что в основном же собственники смотрят на отчеты, на использование денежных средств, которые они платят управляющей компании. И, естественно, если компания отчитывается, что мы там положили асфальт, на самом деле этого нет, то, естественно, начинаются эти жалобы. Ну, а проверить как-то это очень сложно, целенаправленно израсходованные денежные средства. Денег нет, как правило, отвечает компания. Ну, вот и все. Вот такие моменты. И, конечно, это расстраивает собственника, они пытаются найти ту компанию, которая будет намного честнее работать. Ну, а вообще, как бы, вот, отказ от обслуживания какой-то управляющей компанией, это вообще, ну, целесообразно? Это, естественно, нормальный вариант для жильцов? Или есть какие-то другие возможности? Вы знаете, когда собственники все-таки решают отказаться от обслуживания данной компании, это должно стимулировать другие управляющие компании. Потому что потеря жилого фонда для управляющей компании, это не очень такой болезненный шаг, потому что она теряет, во-первых, поступление денежных средств и так далее. Ну, отказ от таких управляющих компаний даже нужно. Потому что, чтобы данная управляющая компания задумалась о существовании на рынке, о том, что действительно есть конкуренция, и конкуренция очень такая хорошая, о том, что это все-таки, когда исполняя свои обязательства перед собственниками, вы как-то повышаете свой рейтинг в этом плане. А когда вы просто потребительцы денежных средств, я не предоставляю никаких гарантий, это, конечно, вводит смуту в ряды собственников. И, естественно, они начинают собирать собрание и избирать другую управляющую компанию, которая более надежная, и более которая конкретно выполняет свои обязательства по договору управления. Ну, а сам вот этот процесс переизбрания, перевыбор управляющей компании, он сложный? И что для этого сделать нужно? Ну, во-первых, смотрите, надо собственникам четко изучить жилищный кодекс, да, каким образом. А для верности все-таки надо пригласить юриста, да, который четко им скажет, ребята, нужно от того, чтобы потом не было основания, оспорить данное решение. То есть собирается общее собрание, должно присутствовать более 50 собственников, да, и которые должны принять решение. То есть если решение принято, в этом, как правило, решение принимается, да, и люди, вернее, собственники направляют письменные уведомления управляющей компании о том, что, ребята, мы отказались от вас, от исполнения договорных отношений по управлению дома, мы избрали вот новую компанию, поэтому все. Управляющая компания вновь избрана, тоже начинает сотрудничать с бывшей компанией, при этом она должна в течение 30 дней передать документацию на этот дом. Но, как правило, сейчас в наше время очень много ухищрений, то есть старая компания не собирается отдавать этот дом, она всячески препятствует этому, то есть судебные процессы обоспали, то есть находит собственника которого, который может оспорить данное решение, то есть это затягивается очень длительный срок. То есть на моей практике, еще раз говорю, что есть такой опыт, что в течение двух лет дом пытается уйти от одной компании, и как перейти на повод управления другой компанией, в течение двух лет они не могут уйти. То есть вот это все происходит, и вот я говорю, дом уже, один дом два года, другой дом год, и почему-то вот на это никто не обращает внимания, о том, что собственники пытаются уйти, уйти уже к более качественному обслуживанию, пока вот эти законы у нас пока вот как-то не действуют, и не это, вот в этом очень сложность, чтобы уйти от одной компании и перейти к другой. Спасибо большое, Наталья Владимировна. А я напоминаю о том, как жильцы дома могут сменить нерадивую управляющую компанию, мы говорили с Натальей Новоселовой, генеральным директором одной из управляющих организаций Барнаула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова